У Российско-Кыргызского фонда развития впервые возникли проблемы с погашением выданного кредита. Как сообщил член правления РКФР Эркина Срандиев, осенью 2015 года фонд выдал льготный кредит в 2 миллиона 770 тысяч долларов птицефабрики БРИД. В течение года к компании не было вопросов. Проблемы начались тогда, когда БРИД должна была погасить основную сумму кредита. В результате птицефабрика передана на баланс фонда, но с решением Российско-Кыргызского фонда развития не согласен бывший владелец фабрики. Ситуация разбиралась Эльвира Сатабекова. К финансированию проекта РКФР приступил в начале 2016 года. Полученные в фонде средства руководство птицефабрики потратило на закупку оборудования. Как рассказал член правления РКФР Эркина Срандиев, вся сумма предоставленного кредита была проконтролирована и использована целевым образом. Так, если раньше цеха представляли из себя помещения вместимостью 13 тысяч птиц и были полностью на ручном содержании, то сейчас это автоматизированные современные цеха вместимостью до 50 тысяч птиц. Фонд заинтересован в том, чтобы сохранить эту птицефабрику и чтобы она получила дальнейшее развитие. К сожалению, наш заемщик, предыдущий хозяин, не смог с этой задачей справиться. Главная его проблема была в том, что он скрыл от нас огромные долги. В течение всего 2016 года компании не было вопросов. Проблемы начались тогда, когда БРИД должна была приступить к выплате основной суммы кредита. Выяснилось, что птицефабрика на момент подачи заявки и вообще за все это время имела большую кредиторскую задолженность, которая в отчетности никак не отражалась. Это были долги, которые образовались в частном порядке перед частными предпринимателями и компаниями. У кого-то корма в долг брали, у кого-то молодняк взаймы приобретали. В этом сознался и сам бывший владелец фабрики Владимир Хигай. Почему вы скрыли фонда? Я от кого скрывал? А почему я должен был им говорить? Это было то, что в фонде я взял, ставили оборудование. А для того, чтобы выращивать этих цыплят, мне должны были дополнительные средства, которые я должен был вложить со своей стороны. Партнеры, которые вместе со мной работали, они мне помогли. Отсутствие оборотных средств сказалось и на производственном процессе. Обнаружилось, что нет никаких запасов кормов. Их не на что было приобрести. Соответственно, рацион должным образом не поддерживался. Однако, производственный процесс на фабрике не прекращался. Фабрика работает по сей день. Уже два года вместе с мужем работаем на этом предприятии. Проблемы начались, когда Владимир Хигай задолжал всем – и кредиторам, и поставщикам корма. И нам зарплату не выдавал. Давал раз в месяц и то по тысяче сомов. Но сейчас всё изменилось. Получаем зарплату вовремя. Жаловаться не на что. Как сообщил Асрандиев, после анализа текущей кредиторской задолженности пришли к выводу, что птицефабрика сама из этой ситуации не выйдет. Это признало и руководство предприятия. Поэтому было принято обоюдное решение о добровольной передаче фонду залогового имущества всей птицефабрики с новым оборудованием и техникой. И с конца прошлого года фонд начал искать нового инвестора для птицефабрики. Для нас сейчас самое главное – найти хорошего нового инвестора для птицефабрики. В отношении Хигая мы сейчас будем думать, возможно, его действия должны дать оценку правоохранительные органы. Напомним, проблемы с погашением кредита у РКФР впервые. Из выданных фондом 23 крупных кредитов на льготных условиях только БРИТ не исполнила вовремя обязательства по погашению займа.